Когда произошло последнее обрушение? Это произошло с 7 июля, что обвалилась стена, ну а с 7 на 8 обрушилась вот еще угол. С 7 на 8 июля? Да. Вот этот угол обрушился, да? Да. То есть все эти стены, они были целыми, да? Да, да, да. Был вот, выпал сначала только вот пролет, оконный пролет. Понятно. И сотрудники МЧС к вам приезжали или администрация? Ну, когда первый раз случилось, приезжали. И МЧС, и администрация, все приезжали. Что сказали? Ну, что, расстелять. А вы живете до сих пор здесь? Да, да, до сих пор живем, потому что предлагают нецелесообразно. Жилье у нас здесь намного лучше, чем там. Один туалет на этаж, который весь развалился. Мы были там, все посмотрели. В ванной там не постираться, не помыться, там полуванной окурков было набросано. А, и то есть в старом доме вам приезжали? Да, да, да. Он моложе нашего дома на 50 лет ровно. А вот вы рассказывали, что он свет, кажется, отключили, да? 10 числа приехала машина, отрубили провода на той стороне от столба, потом дома все отрубили, просили бумагу показать. Все есть, так что не расстраивайтесь и все. Сколько вас живет человек здесь? Четыре человека. Четыре человека. И будете продолжать жить? Да, будем продолжать, будем бороться за свои права. Какая позиция у администрации? Будете ли вы искать с ними компромиссы или все-таки им как-то надо будет? Мы искали с ним длительный компромисс. Они не реагируют на наши доводы, они не реагируют на наши предложения, им приобретено жилье. Равнозначно мы должны были приобрести, равнозначно ранее занимая площади. Мы купили больше площади, которая у них потребность была в отселении. Ну вот нам они говорили, что им бытовые условия не нравятся. Старый дом и туалеты на этаже и нет там никакого ремонта и все очень плохо. Они сейчас на улице. Это лучше. Здесь очень жилье, где они жили, туалет на улице. Понимаете? В этом здании, в этом помещении, которое приобретено, места общего пользования на этаже, в доме находится. На этаже и в крыле. Вот их в крыле рядом. Рядом с ними прямо находится. Есть места общего пользования, туалет, ванная, раковина, все это есть. Здесь благоустроено, централизовано отопление, вода, да, на этаже. Но вы сами предположить можете, что можно купить, какое жилое помещение, общей площади не более 18,7. Мы же не можем. У нас финансирование строго идет целевой характер. Деньги были выделены из резервного фунта правительства Ирдовской области. У нас на прошлой неделе, 14 июля, было подано исковое заявление в суд о принудительном переселении данных граждан. Более того, эти граждане, они злоупотребляют своим правом. То есть они сегодня просто, так сказать, пытаются нас шантажировать. Мы сделали все. Прокуратура выезжали, мы с прокурором, с Натальей Владимировной выезжали, смотрели сегодня. Приобретенное жилье. Но вот их аргументы о том, что это жилье ужасного качества, они насколько принимаются. Они написали, что им не нравятся соседи. Вы понимаете, что значит не нравятся соседи? Может, они соседям не понравятся? Поэтому сегодня они обязаны исполнить решение комиссии. Они обязаны... Мы сегодня решением КЧС дали энергоснабжающих компаний указание, чтобы они отключили. Потому что, не дай бог, если пойдет дальнейшее обрушение, может быть и пожар, и все остальное. Вот сегодня граждане себя подвергают опасности.